здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзагет пришел следующий вопрос можно ли христианину использовать духовной практике элементы учения других религий нет 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 еще раз нет скажу и вам и чтобы моим словам придать какой-то вес процитируем послание стоку апостола павлок к лосиным смотрите братья пишет он чтобы кто не увлек вас философией и и пустым обольщением по преданиям человеческому по стихиям мира они по христу ибо в нем обретается вся полнота божества телесно и вы имейте полноту в нем который из глава всякого начальства и власти дело в том что духовные практики других религий они не являются духовными практиками в чистом вакууме которые полезны сами по себе они не цель они средства средства для достижения чего-то больше если мы говорим о духовных практиках православной церкви мы говорим об обожжении это то что приближает нас ко христу ибо мы должны по словам афанасия великого по благодати стать теми кем бог является по природе обожжиться слышали такого слова если слышали то знайте она есть это наша сверх задача а в других религиях там же другие задачи совсем буддизме допустим там главное не стать едином с богом а вообще перестать существовать и все эти духовные практики все эти медитации йога они способствуют тому чтобы сначала стать абсолютно равнодушным ко всему к добру козлу к миру земному к миру небесному и в идеале выйти с колеса от сансары и перестать быть уйти в нирвану то есть считаете насколько разительная разница быть с богом вечности всегда и перестать существовать при том мы-то знаем что боже недоступно они-то никуда не денутся они-то все равно будут существовать но вот как это как душа научены духовными практиками быть вне всего в том числе вне бога будет чувствовать себя по смерти большой большой вопрос большой серьезный мы знаем куда идем мы знаем для чего используем пост молитву милостыню причастие исповедь мы знаем какую цель они преследуют и мы этим пользуемся пользуются при параллельно духовными средствами других религий к чему нас приведет какому духовному когнитивному диссонансу с этой стороны мы созидаемся с это разрушаемся даже духовной практике то ли католицизма по словам мстителей гнатия бренчанинова крайне вредны для нас потому что для них одним из важнейших условий спасения является чувство на переживание того что происходило на страницах евангелия чувство переживания эмоциональные переживания молитвенных эстетических состояний и чем эмоциональнее ты ты вплоть до стигматических явлений чем экзальтирование чем ты святее у нас отцы говорят не вздумай себе что но представлять тюрьму молитвы дабы не сойти тебя с ума а у них вот эти все блаженные анжелы учителя церкви христос мой супруг мой имеет некоторый иной отличный духовный опыт вот опыта в восточном христианство куда он их приводит каким чувством он наслаждением в любом случае двухтысячелетняя аскетическая практика восточно православной церкви свидетельствует о том что такие состояния скорее подпадают под определение прелести то есть максимальной степени обмана духовными силами со знаком минус и самообмана поэтому как говорится у семи нянек дитя без глаза если вы будете в своей жизни использовать практике всех религий духовной практике то что то что ж только будет куда вы придете ведь все мировые религии это не разные пути к единому богу нет один путь к богу нас ведет один путь правильный православный все остальные ведут или не туда или с серьезными повреждениями своих кораблей которые могут и не доплыть до цели так что пользуйтесь духовной сокровищницы православной церкви не ищите жемчуг в навозе да вы там найдете какие-то жемчужины но сильно запачкайтесь по дороге и не факт что не утонете в этой клоаке а пользуйтесь тем что уже есть проверено очищена седмириция верифицирована доказывано духовным опытом множество святых и не с ума вас не сведет и телесных болезней психических вам не принесет а будете здравы душой телом и всем мире и в будущем внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и